ВЫХОДНЫЕ В Доме ученых в субботу в 6 вечера отправляемся на спектакль «Сумасшедшая квартирка» по пьесе Клода Манье, а в воскресенье на музыкальный поэтический спектакль по стихам Анны Ахматовой «Ваше Величество Женщина». Начало также в 6 вечера. В Доме ученых в субботу в 18 часов пройдет концерт фортепианной музыки. За инструментом лауреат международных конкурсов Александр Малафеев из Москвы. Там же работает выставка «Три измерения». Авторы – семья Варнашовых из Пензы. Посмотреть экспозицию можно в часы «Работает Дом ученых». В субботу в художественной галерее можно осмотреть сразу несколько экспозиций. В 10 утра выставку Михаила Полякова, а в 18 часов расскажут о работах Олега Закоморного из Москвы. 9 октября в художественной галерее начался ежегодный областной кинофестиваль историко-патриотического кино «Набад». 13 октября все желающие приглашаются на фильм «Добровольцы». Начало в сеансах в 15 часов, а в 18 часов на фильм «Решение о ликвидации». 13 октября в селе Лесное Циваево в Мордовском заповеднике в 12 часов стартует гастрономический праздник «Золотой осени». В программе ярмарка дегустаций национальных блюд и напитков, концертной программы, мастер-классы по приготовлению блюда с капусты, экскурсии по музею мордовской культуры. Приятно провести время можно и в кинотеатре. Первое, на что стоит сходить с ребенком – фильм «Пришельцы в доме». Мальчик Луис живет с папой, который занимается уфологией. Практически все соседи и одногласники считают их странными чудаками. Папа увлечен так сильно, что у него совсем нет времени заниматься сыном. Неожиданное появление в городе пришельцев все меняет. Главный герой подружился и помогает им, а они помогают ему. В фильме много разных историй, приключений и неожиданных превращений. Есть где посмеяться и есть где попереживать. Показана важность семьи и ценность близких людей и друзей. Сюжет понятный и динамичный, пришельцы милые. Мультфильм детский, поэтому не стоит ждать от него чего-то сверхъестественного. Громкая новинка, которая не оставит равнодушным, любители экшн-фильмов – Веном. Фильм о космическом паразите-симбиоте, наделившем репортера Эдди Брока суперсилами. В фильме полно динамических сцен и, как отметили критики, великолепная игра Тома Харди, который играет главную роль. Ругает в основном за предсказуемость и избитую историю без особых поворотов. Смотреть или не смотреть – решать только вам. Фильм «Кулбари» – это русская криминальная комедия от состателей культового рэп- и хип-хоп-проекта «Газ Гольдар». Общая стилистика и антураж сохраняются прежними, но на этот раз все будет разбавлено юмористическими сценами и шутками. А помимо музыкантов, в съемках задействованы многие артисты российского кино. Главным героем этой истории выступает промоутер Артур, предпочитающий беззаботный образ жизни. Однажды он ввязывается в аферу по строительству модного ночного клуба «Клубари». И тут неприятности начинают сыпаться одна за другой. Мафия ставит его на счетчик, полиция открывает за ним охоту, а желание сорвать большой куш и выйти из всех передряг живым граничит с настоящей борьбой за собственную жизнь. Любите подобные картины? Тогда занимайте место в зрительном зале. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением. Субтитры создавал DimaTorzok